В эфире программа подробностей. Здравствуйте! У нас в гостях сегодня начальник метеорологической службы Рязанской области Балюк Татьяна Николаевна. Аномально теплый февраль этого года стал виной небольшого паводка весной. Синоптики не ожидали большого подъема воды в реках Рязанской области. Зато с начала пожароопасного сезона в Рязанской области огнеборцы ежедневно выезжают на тушение палов сухой травы. Из-за ранней весны и сухой погоды резко возросло возгорание палов на землях сельхозназначения. Обо всем подробнее начальник Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Балюк. В этом году интересный паводок. Но он мало чем отличается от прошлогоднего. Также мало воды в оке. Единственное, чем он отличается в этом году, тем, что погодные условия сформировали второй паводок. Вы помните, что февраль месяц был очень теплым. Температура воздуха в феврале достигала, отклонилась от нормы на 8-10 градусов. Это был очень теплый. И буквально с первых чисел февраля началось таяние. Более 23 дней было с оттепелью. Когда всё плыло, поля освобождались от снега, снег к концу февраля оставался только. И, естественно, ожили реки. В марте месяце, 16 марта, и территория не только нашей области была подвержена такому теплу, таким оттепелям. Это были все области, которые находятся в бассейне Оке. Это и Тульская, и Калужская, и Московская область. И водичка пошла в реки. Начали подниматься уровни урезаний в Оке. Малые речки ожили. В них паводок прошёл тоже в марте месяце. 16, 17, 18 марта паводки прошли. Первая волна паводка прошла в марте. Это на месяц раньше срока. Раньше обычных сроков. Что происходит дальше? В конце марта с юга выходят два циклона. Южные циклоны – это очень энергичные товарищи. Синоптик всегда немножко со страхом встречает их, потому что так же, как и южные люди, они горячие, они энергичные, от них можно создать всего чего угодно. Также и южные циклоны. Они нам принесли очень много снега на территорию. Помните, два циклона, которые пронеслись над европейской частью России, засыпав её снегом. Южная половина европейской части России уже освободилась к тому времени от снега на большей части территории. А северная половина была под снегом. Но ведь циклон прошёл не только через нашу область, он прошёл туда более северное, и там ещё больше добавил снега. А у нас образовался новый снежный покров, который, например, по нашей области, в южных районах, таких как Ряжск, Сарай и Сасово, и сюда Александр Ильевский, высота снега достигала снова до 25-27 сантиметров. Но этот снег был не тот январский снег, который уплотнялся, был плотный, с большим запасом воды и прочее. Он был лёгкий, пушистый, и тут же начал таять. С первых чисел апреля пошло таяние, и на сегодняшний день мы в океа сегодня наблюдаем пик второй при уровне 205 сантиметров. Первый был 1,55 м, сегодня на океа пик 2,05 м у Рязани. Лёд сошёл ещё в марте, река чистая, и паводок прокатывается дальше туда, в сторону Касимова, и в течение ближайших двух-трёх дней Касимова-Еластьма отметит пики, и паводок всё, прокатился по океа. То есть жители города разлива в этом году не увидят? Нет, конечно. А мы и не давали, что вода будет выходить на пойму. Мы её и не ждали. Единственное, только, конечно, жалко. Если бы объединить 155 плюс 2,05, было бы хотя бы 3,5 метра воды, мы бы увидели воду на пойме. Но, к сожалению, её не было. Это не очень хороший фактор. Да, и какие мы увидим результаты? Вот то, что отсутствие разлива паводок? Отсутствие разлива – это значит, что сейчас начались палы. Незаконные, но они существуют, к сожалению. А палы – это повышение пожароопасности. Это угроза и жилью, это угроза постройка, это угроза лесу. Наш несчастный лес, который пострадал в 2010 году, сгорел. Вы сами знаете огромные территории лесных массив, особенно хвойных лесов сгорело. Вот эти несанкционированные палы, они ведь вызывают массу неприятных моментов. И мы продолжаем жечь. Само оно не поджигается. Их поджигают. Потому что просто проще. Не надо тратить силы убирать, там что-то косить. Поджог, оно всё сгорело, всё хорошо. А то, что мы наносим ущерб природе этим, потому что выгорает верхний слой плодоносный, и это не значит, что это нехорошо для растений. Трава задерживается в росте. Ну, в общем, об этом можно много говорить. Мы сами себе готовим неприятные моменты, сами. Это точно. Человек... Это звучит часто не гордо. А печально. Печально, да. А сегодня уже можно дать какой-то прогноз про пожароопасность летом. Мы долгосрочные прогнозы погоды мы не составляем. Мы их получаем из Гидромедцентра России. Это их обязанность составлять прогнозы на сезон. Такой прогноз мы получили в конце марта. В начале апреля такой прогноз был составлен и представлен тем, кто отвечает за пожарную безопасность. Это МЧС, это Комиссия по чрезвычайным ситуациям, это правительство области. Все были предупреждены, Министерство сельского хозяйства были предупреждены о том, какое нас ждёт лето. Но я предупреждаю, что это прогноз. И если прогноз, оправданность прогноза на сутки в интервале от 94 до 98 процентов, и 100 процентов тоже бывает. Правда, бывают и пролёты. Но на 100 процентов не бывает такого, чтобы прогноз пролетел. Прогноз на сезон, у него оправданность от 60 до 75 процентов всего. Ну, а так как прогноз – это как бы возможность заглянуть немножко вперёд, и в слове прогноз – это уже предопределена ошибка. Поэтому то, о чём я сейчас буду говорить, нужно относиться к нему, принимать его и всерьёз, и в то же время знать, что оправданность такого прогноза достаточно, не такая высокая, как хотелось бы. Значит, что мы ждём? Апрель – осадки в пределах нормы и температуры тоже. Май – вернее, я скажу так, весь летний период, средне-многолетняя температура будет адекватна тем температурам, которые ожидаются на нашей территории. То есть это будет в пределах средних-многолетних. Что касается осадков. А осадки – это, пожалуй, когда земля разгорящённая и нет осадков, тогда засуха происходит. Когда длительный период нет осадков, а температурный фон очень высокий, облачности нет, осадков нет, бывают засухи и отрицательно сказываются на урожайности. А вот когда осадки проливаются в эту жару, то очень благоприятная обстановка складывается, потому что почва получает, растения получают из почвы влагу, они прекрасно растут, развиваются, потому что тепло, все любят тепло, люди тоже любят тепло. Вот. Что касается осадков. По прогнозу гидромедцентра май, июль и август осадки в дефиците ожидаются. Но я предупреждаю, что это прогноз. Сочетание средней и многолетней температуры и отсутствие осадков не очень благоприятное. Поэтому я думаю, что периоды будут достаточно не очень благоприятными, поэтому нужно готовиться к тому, что лето может быть жарким и в отношении пожаров недостаточно спокойно. Будем так говорить. Поэтому МЧС правильно делает, что готовится заранее к этому и всех будоражит, чтобы все были готовы к тому, что может быть, природа может преподнести вот такие вот не очень всегда приятные сюрпризы. Татьяна Николаевна, спасибо вам большое за беседу. Я напоминаю тебе зрителям, что в гостях у нас сегодня был начальник Рязанской метеослужбы Валют Татьяна Николаевна. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова